Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Проблемы и перспективы развития профсоюзов в России». Считает лекцию секретарь Ленинградского комитета РКРП и Росфронта Степан Сергеевич Маленцов. Пожалуйста. Здравствуйте. Появление первых профсоюзов в России неразрывно связано с революционной борьбой рабочего класса. Первые профсоюзы появились в результате первой пролетарской русской революции в России в 1905 году. Причем отличие России от стран Западной Европы, от Америки, состояло не только в том, что профсоюзы на тот момент в этих странах уже были, а в том, что рабочий класс России вначале создал советы, более высокую форму организации. Она предшествовала. И только потом появились профсоюзы. Поэтому большевики в самом начале, когда родились в профсоюзах, ну в революционные события, они больше внимания уделяли советам, ну вообще классу в целом. Хотя при этом считали, что профсоюзы – это прогрессивная форма организации рабочего класса. В 1907 году на пятом съезде РСДРПБ в Лондоне была принята специальная резолюция по профсоюзу, которая говорила о том, что большевики должны добиваться от профсоюзов признания идейного руководства Российской социально-демократической рабочей партии и устанавливать с ними организационные связи. С 1907 года вот такая началась плотная работа большевиков в профсоюзе. Кроме большевиков с профсоюзами работали другие политические партии и силы. Прежде всего это кадеты. Кадеты проповедовали, выражаясь современным языком, принципы социального партнерства и политической независимости профсоюзов. И на сами профсоюзы того времени оказывали очень слабое влияние. Другая сила, которая непосредственно работала в профсоюзах – это анархисты. Они проповедовали точечный такой террор, то есть выдвигается экономическое требование. Если заводчик его не выполняет, соответственно, начинаются тогда предупреждительные такие входы до физического уничтожения. И в какой-то момент времени эта тактика приносила успех. Заводчики боялись расправы и иногда удовлетворяли требования. Этой же тактике стали придерживаться СССР, социалисты-революционеры. Видя, что тактика террора приносит успех, они тоже взяли ее на вооружение, не только работая с профсоюзами, но и в своей политической деятельности. Большевики придерживались других принципов, вы знаете. Они выступали против такого террора, потому что это мало что дает, мало что меняет. Они шли на организацию борьбы. И, в принципе, завоевали идейное влияние в профсоюзах, вытеснив или оттеснив все остальные политические силы. Хотя анархисты тоже принимали такие подобные решения и активно противостояли экспансии такой идеологической большевиков в профсоюзах. Численность профсоюзов того времени представлена на вот этой таблице. Рождение, 1905 год, всего 3% охвачено рабочих. Это 80 тысяч человек. 907-й, 11%. То есть вот во время революции рост. Дальше мы знаем, что наступил период реакции, период упадка. Это отразилось на численности профсоюзов. В 2013 году численность профсоюзов была всего 1,5%. С охватом 45 тысяч рабочих. И 2017 год, значит, это подъем, революционный подъем. Вот максимальная численность профсоюзов 15%. Всего лишь по сравнению с существующими цифрами, это, конечно, низкий показатель. И, наверное, он может расстроить наших товарищей из фонда рабочей академии, которые борются за численность профсоюзов, профсоюзного движения. Но, тем не менее, рабочий класс России, несмотря на не очень большой охват и плотность профсоюзов, он сумел провести революционные преобразования, в которых участвовали в том числе и профсоюзы. Профсоюзы с самого начала своего рождения, рожденные в борьбе, они проявили как часть рабочего класса, который участвует в политической жизни. Они участвовали во всеобщей политической стачке в октябре 1905 года. Они посылали своих представителей в советы. Они участвовали и посылали своих представителей в Государственную Думу, когда были выборы. Ну и активно поддержали Октябрьскую социалистическую революцию. Дальше начался советский период. Сменился строй, сменились и задачи, которые стояли перед профсоюзами. Если здесь задача профсоюзов была борьба за заработную плату, за условия труда, за снижение рабочего времени, то теперь рабочий класс получил свою власть. И возникает вопрос, что должны делать профсоюзы? С кем они должны бороться, например, за заработную плату? Сами с собой? С другими предприятиями? Здесь шла большая дискуссия, и Ленин правильно определил задачи профсоюзов. Это школа коммунизма. То есть на уровне предприятий профсоюзы участвуют в производстве и в распределении, в коммунистическом распределении. То есть учат, вовлекают в производство, распределяют по потребностям. Жилье, медицинские какие-то путевки по показаниям, то есть по потребностям. Вот задача и функция была профсоюза в советский период. При этом, поскольку в социализме есть уничтожение классов, то вообще говоря, в профсоюз стали входить не только рабочие данного предприятия, но и представители администрации данного предприятия. И на тот момент это было верно и правильно. Вместе в одной организации решаем общие задачи. Власть находится в руках рабочего класса. Численность профсоюзов все советские годы неуклонно росла. И к 1989 году охват получил 99,5%. Общая численность профсоюзов составляла 140 миллионов человек. То есть вот мы видим динамику. Советское время, когда поддержанное государство, организация достигает своих максимальных показателей. Дальше идет период временного поражения социализма в СССР. Здесь опять мы возвращаемся в период дореволюционного, с одной стороны. Но тогда нарождающийся капитализм, он был более прогрессивным. Он боролся с феодализмом. И какие-то буржуазные преобразования, они в некоторых отраслях, они были прогрессивны. Например, в сельском хозяйстве. То сейчас произошла контрреволюция. И мы вернулись из более высокого уровня организации производства на более низкую ступень. Это повлекло за собой катастрофическое снижение социальных гарантий трудящихся, падение производства, появление новых классов в буржуазии, которое стало господствующим классом, появление, естественно, идеологии, которая была призвана закрепить поражение рабочего класса, деморализовать его. И отсюда возникают различные буржуазные социологические концепции с приставкой «пост». Постиндустриальное общество. Все прекрасно. То есть они начинают утверждать, что то, что было во времена Маркса, этот период уже остался в прошлом, сейчас технология вышла на такую ступень, что уже все изменилось. И теперь на приоритет не промышленному производству, а в другие отрасли переходят. Появилась новая терминология, которая была призвана размыть понятие рабочий класс. Когнитариат – это общество знания. То есть главная производительная сила теперь не за рабочим классом, а за людьми, которые обладают знаниями, поскольку от них все зависит. Все дальнейшее развитие. Когнитариат. Вот. Рабочий класс – это ничто. Солариат – это их, так сказать, терминология. Вот этот, видимо, класс, который обладает знаниями, он, как правило, работает не на заводах, а в офисах. Поэтому вот офисный, так сказать, солариат – и есть главная производительная сила, которая призвана что-то изменить. Правда, в 2008 году, когда разразился кризис, и офисных работников начали усиленно сокращать, те же социологи выдумали им другое обидное прозвище, называя их офисным планктоном. То есть, солариат оказался потом офисным планктоном. Другая категория работников – киберториат. Это те, которые заняты производством, распространением информации. Вот информационное общество и все, кто на этом направлении, они и есть главная производительная сила. Подсимириат – это общество потребителей нам навязывает, что все сейчас от потребителя зависит, он определяет все, мы все потребители, консимириат. Все превратились в консимириат, в потребители. Недавно последняя находка – это прекариат. От английского «прекари» – это ненадежный. Это люди, которые не имеют постоянной какой-то занятости, у них гибкий график труда. В этот прекариат относят, как, например, трудовых мигрантов, которые на бесправном положении находятся. Какие-то работники, которые работают через кадровое агентство, либо без заключения трудового договора. Сюда же относят и различных фрилансеров, так называемых. Это свободных художников. Может быть, кто-то пишет статьи в редакции за гонорар, кто-то рисует картины. Студенты подрабатывают в системе фастфуда. Сегодня он работает, завтра не работает. И вот это все люди, которые принадлежат разным классам и слоям, они объединили в один и сказали, что это и есть самый революционный класс. Это социологи. Но так ли на самом деле? Соответствуют ли это действительности? Вот эти все преобразования? Действительно ли рабочий класс потерял свою руководящую роль, перестав быть главной производительной силой общества? Вот эти данные, которые приводят к маршу в своей работе 2015 года. Это рабочая сила. Это по миру. В целом. То, что занято в промышленности и всего. Значит, в 1991 году 490 миллионов человек было занято в промышленности из 2,2 миллиарда. В 2012, 715-3,2. Мы видим, что, несмотря на разрушение промышленности в странах советского блока, численность работников, занятых в промышленности, не уменьшилась, а наоборот, в процентном соотношении. Она даже немножко выросла. То есть все слухи о том, что мы живем в каком-то постиндустриальном обществе, не подтверждаются. Число занятых в промышленности увеличивается. Более того, само производство в объемах за вот этот период увеличилось в несколько раз. Например, электроэнергия в 4 раза. Выплавка стали в 2 раза. В 1991 по 2019 год. Это говорит о том, что рабочий класс не только перестал быть главной производительностью общества, а напротив, он еще больше усилил свою позицию, сосредоточив в своих руках еще больше объем экономики. То есть стал еще более производительной силой, чем был до сих пор. Поэтому это все вранье. Это мы в мире рассмотрели. Теперь по странам. Что из себя представляет рабочая сила промышленного пролетариата в мире, как она распределяется по странам? Это в той же работе марша. Значит, больше всего рабочей силы, занятой в промышленности, находится в Китае. 40% всех. Это 130 миллионов. Дальше Индия идет, Индонезия, Бразилия, США, Российская Федерация и Япония. Это основные страны. 7 стран. Мы видим, что Россия входит в число в ток, да, от этих стран индустриальных, где рабочая сила, значительную часть занята в промышленности. При этом численность населения Российской Федерации меньше, чем США или Бразилия в два раза. А занятых промышленностью сопоставима. Это говорит о высоком уровне концентрации рабочей силы именно в Российской Федерации, несмотря даже на то, что прошло очень сильное разрушение промышленности. Сколько заводов, фабрик уничтожено. Есть такой блок БРИКС, знаете, да, Бразилия, Индия, Китай, Россия. Вот если взять и посмотреть, да, вот я здесь плюсиками отметил специально, Китай, Индия, то основная рабочая промышленная предприятия находится в этих странах. Этот блок экономический, может быть, он сейчас уступает там США и Всемирному банку, но по своему промышленному потенциалу он превосходит. Более того... А один Китай не превосходит? А? Один Китай, по-моему, США превосходит. Нет, ну, превосходит все остальное, вместе взятое. Один Китай 40%, а вместе с БРИКС это больше 50%. То есть это 65%, я где-то смотрю. То есть находится промышленного пролетариата в странах БРИКС. Поэтому этот блок не только экономически может соперничать, но и потенциально несет в себе возможности совершения социалистических революций, поскольку именно здесь находится концентрированный рабочий класс. Мы возвращаемся к России. Значит, численность профсоюзов в России, она соответствует общей тенденции, которая присутствует в мире. В 1992 году численность составляла 65 миллионов. И вы видите по цифрам, как она из года в год неуклонно снижается. И в настоящее время, к 2017 году, она составляет 17 миллионов или 24%. Вспомним, ну так, для примера, 100 лет революции было октябрьской, 17-й год. В 2017 году 15%. Сейчас 24 вроде больше даже, чем в 17-м. Однако, если в 1917 году профсоюзы были на промышленных предприятиях, имеется в виду промышленные рабочие, то здесь уже все категории трудящихся сюда входят. Не только рабочие. Учителя, врачи, госслужащие и прочие, 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 прочие. Поэтому это общая численность. Я думаю, что примеры, наверное, сопоставимы, если брать по рабочим профессиям, поскольку нас в первую очередь интересует это. Почему численность снижается? Во всем мире, не только в Российской Федерации. Но это способствует в том числе и сама буржуазия. Она не заинтересована в росте рабочих организаций. Но и внутренние проблемы есть и профсоюзного движения. В настоящее время в России условно можно выделить четыре профсоюзных центра. Первый, самый большой, это ФНПР. То тот, который вышел из СПС, и 95%, наверное, ну, свыше 90% всех работников, которые объединены в профсоюзе, они входят в ФНПР, Федерацию независимых профсоюзов России. Есть другой центр, КТР, Федерация труда России. Все вместе, ФНПР и КТР, на международном уровне входит Международная конфедерация профсоюзов, численность из которой на сегодня 175 миллионов человек. МКП образовалось путем раскола из Всемирной Федерации профсоюзов, которая была организована раньше Советским Союзом. МКП – это современное название. Оно трансформировалось и меняло свое название. Это была подрывная работа, которая вела Буржуазея в профсоюзном движении. То есть она привела к расколу Единого профсоюзного международного центра. Поэтому и две Федерации. Есть небольшая по численности СПР, которая входит в ФНПР, напрямую, и которая инициировала создание бюро ФП по странам СНГ. Сейчас идет как раз процесс становления этого бюро. Оно делает первые шаги по странам СНГ в рамках класса профсоюзов. Есть те профсоюзы, которые не объединились в какую-то федерацию, никуда не входит. Крупнейшее из них объединение, например, СОСПРОФ, которое возглавляет вострецов. Есть профсоюз завода ФОРД. Он никуда не входит. Вышел из Амператора, никуда не вошел. Ну и другие такие профсоюзы. Но их численность не очень большая. Мне довелось беседовать с президентами МКП и ВФП. Так получилось. В настоящее время МКП, Международная конфедерация профсоюзов, возглавляет товарищей Бразилии. Вы знаете, что в Бразилии, во-первых, очень большая деятельность рабочего класса, как мы видели с вами раньше. Во-вторых, там очень сильные позиции профсоюзов в политическом плане. Несколько сроков президентом Бразилии был представитель партии труда. То есть профсоюзник, не имеющий высшего образования, рабочий ЛУВА. И поэтому было интересно поговорить с этим президентом. Он сам тоже начинал с рабочих, рубил мясо. Значит, он активно отстаивает союз БРИКС. Когда я его спросил о социализме, капитализме и прочее, его мнение личное, он сказал, что он против капитализма. Что капитализм – это плохо. Он будет всеми силами бороться. Но тот социализм, который был в СССР, это тоже плохо. Поэтому, говорит товарищ из МКП, президент, нужно третий путь, искать третий путь. Выход – это третий путь. Понятно, что это оппортунизм, в честном виде. Мы понимаем это. Но, тем не менее, какая-то есть у него риторика такая, антиимпериалистическая. В основном она сбоится к критике США, к гегемонии США. И отстаиванию вот этого союза БРИКС. Президент ВФП – это товарищ из Южной Африки. Он член коммунистической партии, африканской ЮАР. И при этом он говорит, мне партийное задание, такое партия дала, возглавить профсоюзное движение Южной Африки, ну и вот здесь. Я вхожу в высший полицовет своей партии, это мое постоянное партийное поручение. То есть, ну, как большевики, так сказать, в свое время также компартия ЮАР приняла решение работать в профсоюзах и добиваться признания идеологического влияния дейного руководства со стороны коммунистической партии. Вот он эту роль выполняет. секретарь ВФП, другой коммунист, греческий, Георгий Маврикос, тоже был член ЦК Компартии Греции. Поэтому ВФП – это классовый полюс профсоюзного движения, который познает идейное руководство коммунистических партий. численность всего меньше – 95 миллионов человек. И входят туда более бедные профсоюзы, ну, если так брать, по членским взносам. Поэтому МКП, она поддержана буржуазией, она более, так сказать, раскручена, у них больше финансовых ресурсов, чем ВФП в настоящее время. Это, что касается общего расклада профсоюзного. Политически, ФНП, она заключила договор с Единой Россией. Мы это знаем. Кроме того, в 2019 году она создала свою партию «Союз труда», которую возглавляет Шершуков. Как эта партия себя проявляет, трудно сказать. Они не смогли здесь, на региональном уровне, ни в области, ни в городе собрать подписи. Я их видел, они пробовали, заявлялись на выборы, но так ничего у них и не получилось. Я несколько раз созванивался, не созванивался, а писал письма секретарю региональной организации «Союза труда», приглашал его сюда, чтобы он высказался по пенсионной реформе, раскрыл свою позицию. Товарищ вначале ответил, а потом как-то и замок. Всего не видно, не слышно. И позицию по пенсионным делам, они как-то не проявили свою внятную. Поэтому, конечно, линию, которую проводят эти партии и руководство Фонтайр, это, конечно, буржуазная политика, буржуазная линия. КТР нейтрально остается вроде как вне партии, работает со всеми, хотя руководящие органы больше ориентируются на «Справедливую Россию». Шевейн, который входит в Совет КТР, он сам член фракции «Справедливая Россия», помощники, которые являются штатными работниками КТР, оформлены своих помощников, депутатов Госдумы и прочее. То есть связь со «Справедливой Россией» в настоящем время. СПР заявила, поскольку она вошла в УФП, что она ориентируется на левые силы, на коммунистические, как и положенные классовым профсоюзом. КПРФ пока сторонится участвовать в этом процессе, и поэтому работает с несистемными левыми. Необъединенные, наиболее сильные позиции у соцпрофа, она поддерживается государством, возглавляет человек с криминальным прошлым гострицов, это соцпроф. Он создал, так называемую, партию «Трудовая партия России», но при этом является депутатом Госдумы по спискам «Единой России», и это единственное объединение, по-моему, соцпроф, которое выступало в поддержку повышения пенсионного возраста, уставления самого гострицова. Поэтому это, понятно, что, так сказать, «Единая Россия» изделие, управляемое. Это мы рассмотрели политические, так сказать, компоненты. Есть еще две партии, на которые бы я хотел обратить внимание. Первая партия – это партия «Трудящихся России», которая в свое время работала с профсоюзами, была задумана как для вовлечения профсоюзов в политику. Создавали его наши коллеги из фонда рабочей академии, и проект этот, надо сказать, не очень у них получился. Российская партия труда. Российская партия труда. Даже поправили меня. Российская партия труда. Проект не очень получился. Сейчас она расформировалась и называется «Патриоты России». Взглавляет Есенигин. Сейчас лет 15. Лет 15. Сейчас она называется «Патриоты России». Правильно? Да. Есть другая, более удачная политическая партия – Российский объединенный трудовой фронт. Ту, которую ведет РКРП. Те же самые мысли вовлечь профсоюзы, наиболее активные, в политику под идейным руководством Коммунистической партии. Задача. Она понятна. Но вот первый неудачный опыт наших товарищей, он сказывается. Потому что наступать на одни и те же грабли многие профсоюзы не хотят. Речь идет о профсоюзе авиадиспетчеров, о докерах, которые побывали в этой партии. Увидели, как их использовали, как их перепродали документы. Поэтому, конечно, они опасаются идти в род фронт. Ну, негативный опыт. Его надо преодолевать. Это то, что мешает. Итак, проблемы, которые стоят перед профсоюзным движением. Ну, условно, можно назвать внутренние проблемы самого профсоюза. Первая группа. Руководство профсоюзов, системы ФНПР, материально заинтересовано в проведении буржуазной политики. В профсоюзах. Почему? Потому что она является управляющим, либо собственником огромной социальной инфраструктуры, которая досталась им от советских профсоюзов, от советского периода. Это здравницы, стадионы, гостиницы и прочее. В деньгах, наверное, это сотни миллиардов рублей. Ну, так, чтобы понимать. Вот огромная сумма. И они, конечно, сидят на этих доходах, стригут купоны. И если они начнут выступать против, то их само государство может потеснить. Так сказать, с этих насиженных теплых мест. И потом они уже трансформировались в новую, так сказать, буржуазию профсоюзную. Ну, профсоюзных профбоссов. И проводить рабочую политику, ну, просто не в состоянии. Интересный пример я еще хочу привести. Вот у нас здесь есть дворец труда. Его в свое время, там даже табличка такая, Владимир Ильич Ленин, как председатель Совета Народных Комиссаров, передал профсоюзам безвозмездное бесплатное пользование. Сейчас сидит Гербин. Венградская Федерация профсоюзов возглавляет в этом здании. Мы попросили его несколько лет назад в зал для того, чтобы провести съезд рабочих. И получили ответ, что да, давайте. Если вы заплатите необходимую арендную плату, он выкатил сумму, которая на тот момент в 7-8 раз превосходила, чем в другом месте. То есть человек извлекает доходы из всего. Эксплуатация вот этого здания, и здесь он извлекает доходы. Это характеризует руководство ФНП. Другая проблема Федерации профсоюзов – это членство, которое осталось с советского периода. Членство имеется в виду, что в соответствии с Международной организацией труда члены профсоюза, вообще профсоюзом называются, только та организация, которая объединяет наемных работников. ФНПР объединяет и наемных работников, и представителей администрации. Когда разные классы интересов в одной организации, администрация – одно, экономический интерес у них в одним состоит, у работников – в другой. Конечно, побеждает интересы администрации. При господстве буржуазии. Поэтому это, с точки зрения МОД, вообще профсоюзом назвать нельзя. Отсюда администрация контролирует на локальном уровне все процессы, которые протекают, или имеет возможность контролировать. Внешние факторы, которые снижают охват работников профсоюза, прежде всего, это гибкие формы труда. Для повышения доходности с крушением, с временным поражением социализма, буржуазия перешла в наступление, вводят вот эти формы. Имеется в виду, что нету постоянной занятости по бессрочным трудовым договорам, переводят на срочные, либо устраиваются через кадровое агентство, взаимный труд. Человека можно уволить в любой момент. Использовать свой общий труд, который бездоговорной, по гражданскоправовым, труд мигрантов, по гражданскоправовым договорам и прочее. Поскольку человек не защищен никак, то он может сегодня работать здесь, может завтра в другом месте, похлопали по плечу, сказали, может, попрощались с тобой, до свидания ты на него не подходишь, без всяких гарантий. Поэтому, конечно, организовать его, его вовлечь в профсоюз, сложно. Он слишком зависим от внешней среды. Идет такой еще процесс, как выхолощивание национальных соглашений, на национальном уровне. И убирают они режим благоприятствования, так называемый. Имеется в виду, что если на национальном уровне достигнуто какое-то соглашение, то на локальном оно не может быть хуже. Вот это сейчас убирается из законов. То есть, если профсоюз добился трехсторонним соглашения выполнить какой-то показатель, допускается в современном законодательстве, что на местном уровне, на уровне предприятия можно заключить коллективный договор, который будет хуже, чем отраслевое, например, соглашение. И оно будет действовать. Это правомышлено. Эта норма будет применяться более худшее. Это снижает уровень объединения. И желание бороться на национальном уровне разобщает класс. Он распадается на отдельные предприятия. У нас сейчас действует трехстороннее соглашение. Это высшая форма соглашения, коллективного договора между работниками, работодателями и государством. Третья сторона. Ну, заключалась в феврале 2018 года. Кто-нибудь слышал об этом? Нет? Но, тем не менее, оно с помпой было заключено. Я его посмотрел. Ни слова о повышении пенсионного возраста там нет. И вообще нет такого. Вроде все, как обычно, должно было происходить. Более того, там есть нормы, которые не позволяли правительству вносить эти изменения. То есть они должны были предварительно, прежде всего внести, обсудить и получить мнение о профсоюзах. Они вначале внесли, а потом уже получали это мнение. То есть нарушили его трехстороннее соглашение. И вообще оно выхолощено. Если раньше трехстороннее соглашение, там были какие-то цифры, ставили нормы, цифры и прочее, то сейчас ничего этого нет. Одни слова. Рекомендовать, предусмотреть, прочее, прочее. Не могу я сплошное. В соответствии с трехсторонним соглашением, которое заключено на государственном уровне, заключается территориальный. Наше соглашение по Санкт-Петербургу заключалось в ноябре 2018 года. Можно сказать, что неделю назад оно было подписано. Кто-нибудь слышал об этом? Беглов его в Дербину и с Турчаком подписали. Я посмотрел это соглашение. То же самое демагогия, ничего конкретного нет, кроме одного. Минимальная заработная плата, если у нас сейчас в 2018 году 17 тысяч рублей, то на следующий год ее поднимают на 1 тысячу, она становится 18 тысяч рублей, платить меньше нельзя, это как победа. По индексации заработной платы есть рекомендация предусмотреть, индексировать оклады, не заработные платы, а оклады на соответствии с индексом потребительских цонов, с ростом индекса потребительских цонов. То есть это не заработная плата, это часть. Понятно, что реально заработная плата при таком подходе, она будет уменьшаться. Я здесь тоже хочу обратить внимание на тот законопроект, который вносил депутаты Родфронта, о том, что заработная плата должна повышаться не меньше, чем инфляция за предыдущий год. Не меньше. Больше может, а меньше не может. Тем не менее, депутаты «Единой России» провалили этот законопроект, и наши товарищи с фондами рабочей академии получилось так, что сомкнулись с этими депутатами «Единой России», только с другой стороны. Они сказали, что это ухудшает положение работников принятие этого закона, и пытаются нас убедить в том, что когда наша заработная плата не то, что остается прежней, реальная, а все время снижается, это хорошо для нас, потому что в статье Родового кодекса с их точки зрения более прогрессивная формулировка. Мы это оставим на вековской совести. Коллективный договор состоит из двух разделов. То есть это высшая форма договора между профсоюзом и работодателем. Конституция данного завода и предприятия так называемая, так называемая конституция. Она состоит из двух разделов. Экономические права, это заработная плата, все, что касается отпуска, каких-то гарантий по уходу, по больничным поплате, по отпускам и прочим. И процедурные вопросы. Процедурные вопросы – это участие профсоюза в формировании тех или иных управленческих решений, принятие, например, учет мнения или согласование на увольнение членов профсоюза. И прочие процедурные вопросы. Ну и действия самой организации. Будет работодатель его финансировать, будет ли он выделять ей что-то или не будет, как он будет считаться с тем, что у него находится профсоюз. Вот два раздела таких больших. За них всегда вокруг ничего идет борьба между профсоюзом и работодателем, и буржуазией. И вот эту тему заключения коллективных договоров на отдельных предприятиях, это хорошо наши товарищи с фондами рабочей академии ведут, разрабатывают и приносят этим определенную пользу. то есть можно всегда обратиться к ним. Они расскажут, как именно, какие шаги надо сделать и подскажут, на что следует обратить внимание при заключении коллективного договора и при подготовке проекта коллективного дьявола. То есть в этом надо отметить вход наших товарищей. Мы рассмотрели здесь в основном ФНПР, ее работу. Ну, что делать на предприятии, на котором существует профсоюз, который контролируется администрацией предприятия, оно настолько влияет на него, что, что-то изменить очень сложно. Как поступить? Создавать альтернативный профсоюз или пробовать работать в этом? Здесь четкого ответа быть не может. То есть на каждом конкретном предприятии в конкретных условиях принимается то или иное решение. Если принимается решение создавать параллельно существующему рабочий профсоюз, то здесь тоже определенные трудности есть в его становлении, в получении им авторитета и в завоевании большинства работников на свою сторону. Это сложный процесс. Я приведу примеры. В основном как это происходит? Возникает инициативная группа внутри предприятия, как правило, которая выходит на какие-то союзные структуры, организует профсоюз и с помощью союзников со стороны пытается развить, получить авторитет. у нас был профсоюз Почта Россия Питер. Кто-нибудь помнит его, нет? Это лет 10 назад было. Создали профсоюз работники, водители почтовых автомобилей. оттуда пошла инициатива. Дальше стали пробовать распространить на всю почту, на всех работников в почте. Оказалось, что это не так просто. Почтовых отделений много, они маленькие, разбросанные по всему городу. Застучаться до каждого почти невозможно. Состав там женщины, как правило, начальник это женщина в возрасте, на тот момент была, которая уже пенсию хочет получить, не хочет никаких неприятностей на свою голову. И поэтому так большинство как-то им было не заоевать. Тогда они решили провести забастовку. Выдвинули требование провести забастовку. Но как такими силами ее провести? Вот здесь они использовали подсказку, которую дали союзники, современные анархисты. Они сказали, что надо заблокировать выезд из почты, тем самым парализовать работу. Ну, в принципе, они так и сделали. То есть мы участвовали, вот я лично тоже ходил, участвовал, видел, смотрел, как все это происходит. Почта России находится в центре города, внутренний двор, где пакуются эти машины, корреспонденции. Дальше они через узкую арку выезжают на улицу и поехали. Вот в этой узкой арке встал автомобиль, заглушил его, вытащил ключи и вышел, сказал, все забастовка. Машины выехать не могут. Начался переполох, это было неожиданно для администрации. Значит, прибежал какой-то деятель из правительства Ленинградской области, стал говорить, что тут срочная корреспонденция, тут ждут в области это все, это крах, это социальная программа летит и прочее, выпустите вот именно эту машину хотя бы. Обещал никого не уволить, тут же сели за стол переговоров, начали что-то слушать их требования и прочее. Результат такой, требования не были, всех уволили через какое-то время. Руссоусь распался, больше в этом нет. Когда он будет, потерпели поражение, то есть вот этот метод может быть эффективным в какой-то момент, в данный случай не сработал и сыграл негативную роль. Это потом, когда большинство работников не готовы, это вызывает раздражение. Другой водитель бегал и кричал, что у меня кончилась смена, типа, чего вы меня тут держите, своей забастовкой, зачем вы это сделали, я хочу спать, мне нужно ехать домой, то есть он был крайне недоволен. То есть не все в коллективе, понятно, когда даже большинство уходит на забастовку, как мы видели на Форде, не все всегда находятся в Керебре, не все поддерживают, но когда большинство организуют, этот негатив он еще сильнее, еще больше. Другой пример это, например, небольшого профсоюза защита на силовых машинах. Небольшая профсоюзная организация провести забастовку не может, но получить известность, как-то выразить интересы трудящихся можно в другой форме, например, в форме публичного мероприятия. Бардашов, который купил силовые машины, стал единоличным владельцем. Повел такую программу, очень модная оптимизация, избавление от непрофильных активов, перенос производства за черту города и застройку живую на месте производственных площадей. Все это сопровождалось снижением уровня заработной платы реальным, вызывало негативную обстановку в коллективе, но не до забастовки. И профсоюз защиты решил провести пикет, как бы с привлечением СМИ. Пикет определенный успех имел, вышло порядка 50 работников, при численности профсоюза 15 человек, на 50 человек приняли участие. Ну, все-таки шире была база. Было очень много СМИ, и резонанс пошел. Рабочая электросила, пикет сносят, поликлиники и плюс. После этого Бордашов дал команду увольнять всех, кто был на этом пикете уволен, не только членов профсоюза увольняли, и тех частично, кто принял участие, поскольку ходила служба безопасности, всех на камеру снимала, их потом можно было установить. И профсоюз защиту актив тоже уволили. Вот Наталья Сергеевна здесь сидит, ее вывели в простое, она полтора года сидела в простое. Два с половиной. Два с половиной. В простое при этом работа была, но для нее ее не было. Отбывать в простое в конце заставили на другом заводе, она жила рядом с электросилой, ездила, чтобы быть в простое на алмазе. Там выделили комнату, бывшая камера хранения, стол, стул, вот она сидит там целый день, отбывает в простое. Ну, издевались, как могли, неволили за прогул, кстати, что вот она отсутствовала в этом месте для простоя свыше четырех часов, поэтому совершила прогул, в то время как она работала в комиссии по охране трубин, в государственной инспекции. Еще один пример, это профсоюз, который сейчас создан ГТРП номер 6, небольшой профсоюз, водители, их трудно собрать в одном месте, ну, как на почте России, примерно, та же самая ситуация, водителей очень сложно в одном месте собрать, все в график, все ездят на маршруте, как коммуникацию. Наш товарищ Фердас решил, значит, это с помощью современных технологий через интернет. Организовал группу ВКонтакте, 200 человек записалось, и он начал проводить определенную линию информационную. Но он один все не может делать, поэтому ввел администратора. Администратор оказался человек администрации. Он эту группу перевел на себя и его исключил, и теперь сам там руководит. Как он руководить и исключил группу? Так? Не может такого быть. может. Тем не менее, это произошло. Исключил. Он не может теперь влиять на эту группу. Все. Создавать по новой группе, он уже на одни грабли наступили, опять же, как-то это все уже не так работает. Сложно то, что на него тоже оказывается давление. Администрация за последние полтора месяца объявила ему три выговора. Поэтому человек вступает в профсоюз, чтобы улучшить свое материальное положение. А получается, что он его очень сильно ухудшает, когда начинает бороться. остальные видят, что создал профсоюз, а почему это ведет? Потому что тебя посыл, за тобой все время бегают, выговоры объявляют. Хотя к нему обращается любой конфликт, который внутри есть, социальный, трудовой конфликт, они почему-то видят днем человека, который может поспособствовать. Поэтому инициативные группы выходят на нашего председателя, сообщают ему просят помочь, мешаться. Потом под давлением администрации отказываются от первоначальных своих замыслов. Интересно, я вот еще хотел обратить внимание на конфликт, который между профсоюзами произошел. Председатель защиты пошел знакомиться с председателем существующего профсоюза системы ФНП, чтобы попробовать наладить с ним какой-то диалог, может быть, взаимодействие. А тот повел себя не совсем адекватно. Как только он узнал, что это представитель защиты альтернативного профсоюза, он начал его оскорблять словесно. Наш товарищ вышел и ушел, увидев, что диалога не получается. Он выскочил за ним и начал наносить ему побои. Побои нанес достаточно серьезные, потому что он пошел в страх пункт, зафиксировал эти побои даже больничные листы модели. Понимаете, такая агрессия со стороны вот этого председателя ФМП русского профсоюза, она очень странно и впервые происходит. Получается, что он как-то материально страдает от того, что появляется профсоюз. В чем его материальные страдания могут выражаться? Нашему товарищу звонит тоже с предприятия, человек, который не называет своего имени и начинает рассказывать о коррупционных схемах, которые внутри предприятия. Он, видимо, думает, что председатель защиты разрубит этот Гордеев узел и расправится с коррупцией. Поэтому он ему сообщает, кто, сколько, за какие. И в этой цепочке участвуют и председатели ФМП русского профсоюза. Он задействован туда. Не может быть, это мое предположение, он думает, что вот появился конкурент на этот финансовый поток, поэтому распустил руки. Чем еще можно объяснить такое греши? По крайней мере, вот становление небольшого профсоюза до большого в этих условиях, в условиях спада рабочего движения, оно очень сложно. Понимаете, в 1905 году профсоюзы родились во время революционной борьбы рабочего класса. На подъеме борьбы они рождались. Ну, профсоюзы. А сейчас у нас все-таки спад определенный, отступление и рождение профсоюза в этих условиях крайне сложно происходит. Инициативная группа, которая задавлена со всех сторон обстоятельствами малых профсоюзов. есть еще система органайзинга, то есть крупный профсоюз международный имеет штатных работников, которые берут, выбирают какую-то отрасль, исследуют ее, предприятия, как правило, там нет профсоюзов, они не охвачены, и начинают полномерно работать по созданию профсоюзной организации. Есть такие технологии, они не могут быть не очень успешны, но они используются. И в том числе у нас в России есть такие профсоюзы, которые используют эти технологии, они объединены в системе КТР. Вот эти вопросы все, которые мы сейчас рассматривали, более подробно обсуждаются на семинарах, которые проводят на этих площадях по воскресеньям секретарь Центрального комитета Родфронт по профсоюзному движению, рабочий печатник Петр Принев. Он сам состоял в профсоюзе ОПРТУ, потом Новопров, был в Совете МПРА освобожденным работником, то есть он непосредственно владеет этими технологиями и передает свой опыт, свои знания тем, кто хочет об этом слушать, кто хочет перенять их. Причем он приглашает сюда те профсоюзы, которые сейчас в городе находятся на передовой борьбы, например, профсоюз форта, ее в забастурку. Вот он приглашает сюда актив профсоюза форта с тем, чтобы поговорить, обсудить, какие-то меры совместные предложить, принять. Профсоюз действия есть такой, профсоюз медработников, наши товарищи из фонда рабочей академии тоже там участвуют в борьбе. Вот он приглашает профсоюз действия, например, того же профсоюз защиты из АТП-6. То есть всегда есть конкретные практически результаты обсуждения. То есть они не просто абстракции какие-то собрались, люди поговорили, разошлись, а вот конкретно есть профсоюз, есть конкретная проблема, и давайте вместе ее попробуем подумать, как ее решить, и будем вместе решать. Потом соберемся и проведем итоги. То есть те, кто хочет участвовать в такой работе, я приглашаю. Это не каждое воскресенье, но достаточно часто, раз в три недели это происходит. 12-30 по воскресеньям. В заключение. Какие перспективы у профсоюзного движения? Из всего сказанного следует, что положительная перспектива может быть только одна. Это в признании профсоюзами приоритета коммунистической идеологии в первую очередь, изгнание из профсоюзов негодных вождей, которые себя проявили с кучей стороны, особенно во время пенсионных протестов. Посмотрите, что происходит. Пенсионный протест, повышение пенсионного отброса, затрагивает всех которые были трудящихся. Шмаков начинает говорить о чем? О том, что мы против, но если будут приняты меры, которые смягчают негативные последствия, то мы поддерживаем этот законопроект. То есть, фактически подыграли Единая Россия. КТР вроде против был. Собрали подписи, но дальше дело не пошло. Собрали подписи электронные дальше, то что нету ни забастовок, но у них и си нету. И призывов не было никаких. У политических выходов никаких нету. Что надо власть менять, надо менять общество, устройство общества, революцию. СПР они заняли позицию ни при каких условиях повышения это негативное. Значит, мы говорим, что здесь соцпроф поддержал, даже выступил в поддержку. Интересная позиция нашей коллегии из Фонда Рабочей Академии за ним. Они вроде как не заметили повышения, поэтому предложили бороться за понижение рабочего времени. Можно повышать, но при этом надо снижать рабочее время. Что на наш взгляд недопустимо. То есть никакого повышения, а снижать, пожалуйста, не за. Поэтому перспектива изгнания негодных вождей, которые себя проявили с худшей стороны и активное вовлечение профсоюзов в политическую жизнь, в рабочую политику. Активное включение без этого никак. История нам показывает и практика вплоть до участия в реализационных преобразованиях и строительства социализма. Мы видим, что рассвет профсоюзов был в советский период. Я закончил. Спасибо. Расскажите. Вопросов нету. Есть выступающие. вопрос, тогда мы. Да, есть один вопрос. Успеем. Успеем. Вопрос звучит так, что во всех странах наблюдается упадок профсоюзного движения, снижается число членов. Но есть ли какие-либо положительные примеры и в каких странах положительные примеры? Вот я хотел сказать например по Украине. Вот если рассматривать отдельно профсоюзы Украины, то там все не так плохо. Там охват профсоюзного членства по данным Федерации профсоюзов Украины 80%. Реально говорят, что 70%. И как это влияет на социальное положение трудящихся? Там разгул фашизма можно сказать, да? Идет катастрофическое падение даже по сравнению с тем, что было у них, и так это не очень хорошее происходит. То есть само по себе количество членов профсоюзов, что это много, это значит хорошо, это не следует. Нет такой корреляции. Это зависит от политики, которая проводит профсоюзов. Три малой численности профсоюзов, но рабочей политики можно добиваться очень больших результатов и напротив. При большой численности таких руководителях, как Шмаков, ничего топтаться на месте и даже сдавать позиции занятые. «Спасибо». Выступающий товарищ Герасимов. Так, что время пошло. Степан Сергеевич обязательно. Замечательный ликтор. Спасибо, очень интересно. Мне хотелось бы добавить такую вещь. Во-первых, для тех профсоюзных вождей и рабочих, которые за нами наблюдают с дивана, но и для тех, которые здесь, на канале ютуба фонда рабочей академии, выигрышем совершенно уникальный, на мой взгляд, и это многие отмечают, очень интересные лекции Михаила Васильевича, которые он читает в университете студентам. Это курсы и политические составляющие социально-трудовых конфликтов и социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования. То есть это там он не спеша читает для студентов, у него там много часов на это отведено и очень доходчиво, очень понятно. Вот очень рекомендую всем, кто на практике хочет это познать. Это первое. И еще есть такой документ программы профсоюзной задачи коллективных действий. Я, откровенно говоря, ожидаю, что Степан Сергеевич о ней скажет два слова. Дело в том, что выработка требований это, вообще говоря, достаточно сложная научная задача. И вот в этой программе, как мне видится, она решена, эта программа принята съездом Федерации профсоюзов России, до этого она была принята съездом защиты, и она была принята съездом Совета рабочих Москвы, по-моему, в 10-м году, в феврале 10-го года. То есть это документ, если погуглить, поэтому она выражена в интернете, очень рекомендую там встроено, так сказать, по пунктам изложены вот те требования, которые можно брать, вставлять и так далее. То есть интересы рабочего класса там выражены. Вот. Это, что касается добавления некоторого. А по поводу полемики, куда же без нее. с товарищем Фирдорсом мы очень долго и полемически разговаривали тоже. Это ТП номер 6. А? Это ТП номер 6. Они называли его. Прекрасно, так сказать, это самое. Да, мы его знаем очень хорошо и очень, так сказать, большие беседы мы с ним вели. А к чему мы его вели? Мы его вели к тому, что товарищ Дорогой, ты прежде чем, так сказать, идти по пути товарища Лисицыной и героически бросаться на амбразуру, но ты, среди товарищей-то заручись поддержкой там, вот корды оговор, вот поговори с ним, вот требования. Сделай так, чтобы товарищи, значит, с тобой были заедино. Но это вообще нонсенс, что профсоюзного вожака избьет другой профсоюзный вожак, опротунистичный, да, в коррупцию встроенный. На самом деле, того должны были избить рабочие и он должен был в травмпункте зафиксировать свои побои и через репрессивный аппарат буржуазного государства добиваться там сатисфакции какой-то и наказания виновных. А здесь, так сказать, то есть, он вот один, он героически шел, так сказать, пытался как-то политически о себе заявить, но вот это, так сказать, есть атернативный путь. Вот за горло тратранца там вот ребята, они по-другому как раз пути идут. И если кто, так сказать, отслеживает, мы вот вывешиваем в интернет, в том числе, работу над коллективным договором горлоэлектротранса, там эти товарищи присутствуют в виде голосов за кадром. Их там ходят все больше и больше. Вот на очередное занятие обещались аж шесть человек прийти, и они вот работают над кордоговором, за ними там определенный шлейф тянется, и они... Потерпите, потерпите, ничего страшного. Вот, и они... Три минуты прошли. И они, значит, пытаются вот как раз наоборот. Они пока не определились. Будут они свой профсоюз какой-то создавать, или они будут работать в действующем профсоюзе. Но они вот реально набирают там мясо среди реальных рабочих. Это водители. Там, кстати, наш один товарищ партийный работает слесарь, но он так от них несколько особняков. Вот. И тут, я думаю, что вот этот путь более перспективный. Ну и вот что я вот еще хотел бы пополемизировать Степану Сергеевичу. Вот он говорил, что когда советская власть пришла, да, то тут воедино в профсоюзах и администрация, и все-все-все, и делить им нечего. И вот они работают над организацией производства, распределением этого школы коммунизма. Но, к сожалению, опыт показал, что это не совсем так. Да, при социализме, как в первой фазе коммунизма, после того, как закончился переходный период, ликвидировали, упразднили Непмана, да, и так далее, остатки буржуазии. Вроде как, никакой почвы нет, и наши коллеги, так, ну, не коллеги, конечно, оппоненты, скорее, троцкисты, в текстности, товарищ Абрамсон, РПК, он прямо говорит, что после переходного периода диктатуры пролетариата быть не должно. Вот. И, соответственно, вроде как, почвы для этого нет, антагонистических расов нет, и еще там добиваться пролетариату все вот заедино. И что вот из самых наших товарищей вот были на предприятиях заслуженных революционных предприятиях порткомы, там ходили такие секретари порткомов, такие люди, коммунистичные очень. Значит, а когда произошла контрреволюция, вот кто из них не предав, не ушел? Вот у меня есть такие вертисты две фамилии, Тюлькин и Терентьев, Виктор Каевич. Какую-нибудь еще фамилию можете назвать? Можем. Пальцев на руках хватит? Вот. Ну, то есть, это, конечно, поражение в обществе не случайно Ленин в своем определении красов. Если раньше просто говорили, красы – это большая группа людей, различающиеся по отношениям к средствам производства. Ленин на первое место ставит, занимающие различные поражения в исторически сражившейся системе общественного производства. И коммунизму, если мы возьмем рабочих, они, конечно, в движении коммунизма заинтересованы. К уничтожению красов, к стиранию красовых различий. А директор завода, заинтересован ли он в движении коммунизма, к стиранию красовых различий, чтобы у него дети были такими же, как дети рабочих? Ну, не факт вот это. И это вполне может стать, это директор завода, сначала буржуазии в становлении, еще при социализме, а потом он и кувырнет в строй. Все-таки нельзя так говорить, что один Горбачев-то был у нас предателем, а что других сил не было, а что это были только теневики и всякие прочие там внезапно системные, скажем так, люди. А внутри системы никого не было, кроме Горбачева. Ну, правильно, это объективно существуют люди, которые не заинтересованы в движении коммунизма. И поэтому все-таки задача профсоюзов не надо туда администрацию пускать и при социализме, и надо, так сказать, вести борьбу за интересы рабочего класса, и именно в этом состоит школа коммунизма. Потому что движение коммунизма, это движение к стиранию классовых различий, а численно это стирание классовых различий, оно в чем выражается? Как численно это? В часах времени. Уменьшение рабочего времени. Вот та страна, где рабочее время 6 часов в неделю, она ближе к коммунизму, чем та, которая где 8 часов в неделю. И пенсию вовремя. Пенсию Виктор Акадьевичу. Потратил, потратил. Следующий выступающий. Юлькин Виктор Акадьевич, пожалуйста. Я думаю, что мы, конечно, Степану Сергеевичу все благодарим. Ну а тему мы будем считать продолжающейся. Она, как бы сказать, переходящая, вечная. И вообще, пока нам нечем похвастаться в этой области, значит, ее можно в следующий раз разбирать, значит, углублять под другим углом, смотреть и прочее. Я думаю, что вот здесь нужно напомнить и нам всем вместе еще исходить. Вот если мы глянем первую программу РСДРП, да, и смотрим, что там еще профсоюзов почти не было в России, а в программе были, ну, половина программы была посвящена экономическим требованиям. Там рабочий день стоял, минимальная зарплата стояла, декретные отпуска, значит, ликвидация каталажек там на завод, ну и так далее. То есть, партия начинала с того, что она то, чего, значит, является традиционным полем деятельности профсоюзов, свою программу включала. То есть, отсюда мостик, что, конечно, для партии, для коммунистов профсоюзная деятельность не может быть чем-то там далеким, неважным. Отделять эту деятельность от политики это большие ошибки, это глупость, так сказать, ну, всем понятно. Значит, а раз вот эта борьба неизбежна в условиях капитализма, да, мы сегодня говорим, то профсоюз это инструмент, это главный инструмент, который дает организацию, то есть, возможность, значит, соединить усилия и прочее, прочее. Значит, поэтому как за эту организацию биться? Вот где найти то, за что можно ухватиться, построить, значит, это самое слабое звено и прочее, прочее. Степан Сергеевич обозначил два направления, это попытки работать ФНПР, изгнать, как он говорит, негодных вождей, и, значит, организация тех профсоюзов, которые являются классовыми, ну, наверное, прежде всего на тех предприятиях, где вообще профсоюзов нет, ничего. Значит, наверное, правильно с этим можно согласиться, только здесь бы вот надо на что, мне кажется, обратить внимание. Первое, для того, чтобы нам сместить, скажем, Дербина в Питере или Шмакова, вот давайте посчитаем, сколько ступеней надо пройти, как. Кто-нибудь знает уставы ФНПР и как избирается Шмаков тоже? Вот, я думаю, что это задача для пропаганды нашей больше, мы один раз уже пробовали это сказать, и надо бы эту волну гнать. У нас даже президент избирается всенародно, да? Это демократично. Ну, там с точки зрения такой чистой буржазной демократии, это все-таки альтернатива, программы, выдвижения. Попробуй выдвинуть человека на пост Шмакова. Там столько фильтров, так сказать, всех этих дел, значит, что черта два проскочишь. Поэтому, я думаю, что вот вносить зерно сомнений сюда, соответствующие пропаганды, материалы, членам профсоюзов нужно, так сказать, нужно нажимать на это. Даешь всенародные выборы профсоюзного лидера, там, даешь и прочее, прочее. В этом случае, вреда этого не будет, возможности, значит, вносить элементы сознания, критики и так далее, хоть какие-то дает и прочее. вот, и вопрос я задал Степану Сергеевичу, мне бы прям ответом почему, потому что при всем, при том, что действительно, значит, везде идет некоторый, так сказать, упадок профсоюзного движения, все-таки у нас есть союзники, друзья, значит, у которых есть чем поучиться. Я прежде всего имею ввиду опыт греков, так, опыт и компартии греков, и опыт профсоюзной работы системы ПОМЫ, ПОМЫ, это всегреческий боевой рабочий фронт, это горизонтальная структура, которая объединяет профсоюзы из разных систем, так, там, примерно, как у нас, есть профсоюзы, там, НПНовские, есть частный сектор, есть государственный сектор, есть там еще какие-то здравоохранения, образования, и вот из разных систем профсоюза, которые ориентированы на классовую линию, классовую позицию, они объединены вот этой системой, всегреческий боевой рабочий фронт, который А, вместе ведет экономическую борьбу, в том числе забастовки, и В, вместе участвует в политических акциях, вместе с компартией Греции, в том числе выборной кампании. Каким-то аналогом мы пробуем этому сделать наш объединенный рабочий фронт для того, чтобы... Интересен показатель вот какой. при очень хорошей компартии Греции, при этом боевом фронте, когда мы смотрим на их акции, они действительно производят впечатление. Но вот я видел демонстрации, которые, по моим прикидкам, исчисляются там сто с лишним тысяч человек, это при том, что в Греции население там 11 миллионов, да? Вот представьте себе, это... И тот же митинг, сейчас вот недавно мы вернулись из Греции, до 15 тысяч подкрытых стадиону, которые слушают политические речи и отмечают там сто лет в Компартии, это действительно сила, это как? Но при всем при этом парламентский успех у греков, последние выборы, скажем, он находится где-то в районе 6 процентов в речи год. А профсоюзный успех, интересно отметить, что в Греции разрешаются выборы в профсоюзах на основе политических платформ, так? И при этом партия, которая занимает платформу, которая занимает первое место, она занимает пост-председателя федерации соответствующей. Второе место генеральный секретарь, третье место бухгалтер, ну и так далее. Так вот, профсоюзный успех Компартии, он уже 25 процентов. Понимаешь, вот парламентский, значит, в 4 раза меньше. А чем это говорит? Говорит на том, что действительно усилия должны быть направлены на организацию наемных работников, на организацию в первую очередь рабочего класса. ну и в эту сторону должны смотреть наши усилия. Но главный все-таки я думаю, что итог сегодняшнего обсуждения, поскольку мы на площадях РКРП собираемся и вместе с рабочей партией это признание того, что сегодняшнее положение нас ни в коей мере удовлетворять не может. Так, это в том числе и минус нашей общей работы как коммунистов, потому что значит каждый член партии должен идти и на своем рабочем месте чего-то в профсоюзах делать. Нет у тебя профсоюз, значит, думай, как создать. Есть профсоюз, думай, как там чего-то внести, как-то себя обозначить. Что-то умное это сказать, внести в этот окол договор, чтобы внимание обратили на тебя и чтобы хоть какая-то точка кристаллизация образовалась или была задействована. Лучшие примеры, даже с последнего совещания международного, я докладываю Компартия Бергикой, мы приняли решение выйти из евролевых, заняться рабочим движением, уже в трех городах создали рабочие центры, которые занимаются правосоюзной работой. В ближайшее время еще в двух собираемся открыть, к этому идем готовимся. В том числе наши товарищи, немцы приезжали, марксистско-ленинская партия, они со своими странностями, с которыми мы не согласны, но, у них существует практика, получая партийное задание, устроиться на завод Орбель и войти в профсоюзное движение, занять место в каком-то там профсоюзе, для того, чтобы потом не сразу звать, давай за марксизм и социализм двигаться, вот, постепенно врастать в это движение. Если вспоминать Владимира Ильича, он говорил, что задача вот революционеров, демократов, это слиться с повседневной жизнью массы. В данном случае на производстве. Виктор Ильич, все, спасибо. Спасибо, товарищи, Виктор Ильич, вам всего. Буквально коротко, наверное, из истории возьмем. За 2000-й год, вы помните, президенты ведет Путин, соответственно, помощником здесь у нас в городе был председатель обкома профсоюзов Макаров. Соответственно, так получилось 1 мая и вместе мы проводим мероприятие на Дворцовой и я с трибуны его спрашиваю в лицо смотря вы с кем? Вы с народом или с президентом? Ну и, соответственно, этот самый отклик нашел. Вниз спускаюсь, он сам подходит, чуть не поздравляю. Я определюсь, короткое время. Действительно, две-три недели и он ушел. Мы его не видели. Стал председателем обкома профсоюзов Лысюк. Такой, вы тоже помните, наверное, да? И, соответственно, что получилось? Очередные совещания в Смольном для того, чтобы провести мероприятие первого мая шести, соответственно, выступления и прочее. Лысюк, мы с ним поссоримся. Если вы помните, в 2002 году как бы партийная, как говорится, фракция собралась в середине, соответственно, президент, профсоюзы выступали. Опять же, я с трибуны грубо говоря заявляю, что вы же являетесь школой коммунизма профсоюзов. Лысюк, ну там, прямо в трибуне почти мы ругались с ним. Так получилось, у нас разные профсоюзы и члены ЛДПР и много-много перечислил, как это? Извините, вы получили собственность от рук действительно Ленина, да? Эту собственность, да? В итоге, получается, изменили. Буквально отклонение, скажем, от темы по телевизору ОРТ идет голосование. Соответственно, обмещание народа, соответственно, голосует 96%. Мы видим на этой неделе выступление Медведева, председателя правительства, рост зарплат, ну и, соответственно, много чего другое. Вы, кто-нибудь из вас здесь сидящий рост зарплаты почувствовали? Эх, фигушки. Вот так там. На этом закончу, как я говорю. Спасибо. Ну, последнее выступающее тоже. Повод консистенции. Присоединяйся к ответкам в отношении объекции. Вот хотел бы немножко поспорить с высказыванием Виктора Аркаевича, который сказал, что нам пока нечем похвастаться. В деле организации профсоюзной борьбы, ну, думаю, горяча сказали, похвастаться может и нечем. А вот такие светлые пятна, я бы сказал, путеводные звезды, даже в масштабах России профсоюзного движения у нас есть. И я бы хотел внести небольшое дополнение или уточнение к этой таблице. есть еще действующее в рамках Российской Федерации Федерации профсоюзов России, которая была организована и в которую вошли самые боевые наши профсоюзы, самые результативные. Это профсоюз авиадиспетчеров России, профсоюз докеров, причем в Уставу туда могут ходить первичные организации. Я помню, хорошо знаю, что первичная организация докеров морского порта Санкт-Петербург вошла в Федерацию профсоюзов России и ряд других. Конечно, годы идут, и профсоюзные движения двигаются через противоречия, есть подъемы, есть спады, но во всяком случае, я не буду повторяться, Иван Михайлович сказал, программа коллективных действий это программа Федерации профсоюзов России. Даже символ, флаг, вот у этих вот у всех голубой, красный флаг выкинули на помойку, голубыми машут, а Федерация профсоюзов России оставила красный флаг. Совсем недавно, где-то месяц назад, председатель профсоюза авиадиспетчеров России, Ковалев Сергей Анатольевич, он же является председателем Федерации профсоюзов России, давал интервью, я всем рекомендую посмотреть, где он назвал Федерацию профсоюзов России, как действующую в рамках России, несмотря на то, что там вот такие движения идут, и они входят и в КТР в том числе, вот такое дополнение, а что касается как действовать, вот пример тех Федераций профсоюзов в России, тех профсоюзов, которые входят туда, даже на одном факторе, о котором здесь уже неоднократно говорили, размер достигнутой заработной платы, пожалуйста, по открытой статистике, заработная плата докеров по КТ, это первый контейнер, контейнерный терминал, за третий квартал 8-9 тысяч, это в два раза выше, чем по Санкт-Петербургу, у докера, о, у авиодиспетчеров, там вилки, в зависимости от региона, нагрузки, цифра от 80 до 120 тысяч, это в 3-4 раза выше зарплаты по России, почему они так достигли, а вот грамотно, организованной борьбой, вот такой дополнительный, спасибо заключительное слово, спасибо всем выступающим, по отношению можно ли обойтись без одиночек в профсоюзах, за которые, несмотря на общее отступление рабочего класса, пытаются как-то организовать его, наверное, нельзя, есть такой период, побед без жертв не бывает, это мы заранее не можем предсказать, именно что вызовет увольнение от того или иного активиста, она может деморализовать, а может наоборот ситуацию взорвать, именно так и происходит на практике, рядовой случай какого-нибудь рабочего там убивает или увольняет и возникает беспорядок на практике, мы зачастую можем это прочитать, то есть всегда есть мера, которая нельзя переходить в том или ином процессе, и конечно хорошо бы обойтись без потерь, в чистых перчатках все это делать, но в реальности так не бывает, и само по себе большевики, когда занимаются эмоциональной работой, они что, без потерь, без самопожертвования, без какого-то действия, это самый сейчас лучший представитель, осознательный представитель рабочего класса в этих условиях, жертвует собой своим благополучием для того, чтобы поднять в этих условиях конкретных рабочее движение на более высокую ступень. Дальше другой разница, вроде как у директора в советском предприятии и у рабочего разные цели и задачи, а я могу сказать, что одна цель и задача, у них нет разницы, им нужно выполнить план и рабочему и директору, обоим, тот, который спущен в государство, рабочий и крестьян. Интересы разные. Интересы выполнить план, производственные интересы не ходьми. Что касается материального благополучия, можно сказать, что у директора получают зарплату несоизмеримо выше рабочего. В советское время это тоже не так. Был период, когда привлекали буржарных специалистов и рабочий класс ушел сознательно, оплачивал им высокий гонорар, потому что другому было нельзя на тот момент. Но когда победил социализм, такой разницы не было. Калифицированный рабочий получал на уровне директора завода. Не было таких разницы. Свидетель. Поэтому здесь я не согласен. Потом давайте представим, идет Великая Отечественная война. Какой-то профсоюз недоволен условиями труда, что работать под открытым небом, объявляет забастовку. Как к этому мы не отнести? Он борется вроде как за условия труда и заработной платы рабочего времени сокращения во время Отечественной войны объявляет забастовку. Это нормально? Во время Великой Отечественной войны. А во время империалистической войны? Видите? Все меняется. То есть советское время кардинально меняет задачи профсоюзов. Смещение Шмакова после Горького Аркадьевича надо гнать конечно такую волну это правильно. Тем более есть настроение среди самих профсоюзных систем ФНП. Во время этих пенсионных протестов многие требовали созвать очередной съезд, генсовет, разобраться с предателями профсоюзными депутатами и прочее. То есть такие настроения есть, их надо поддерживать раздувать. вопрос как с нашими ресурсами как это делать? Вопрос тактики. Пример ПАМИ очень хороший. Спасибо. ПАМА это боевой отряд УФП в Греции. Поэтому это классовые профсоюзы и вот их работа. По поводу Федерации профсоюзов России. Она была когда-то независимая отдельная можно было бы нарисовать УФП. Я почему ее не указал? потому что она вышла и слилась в КПР. Какой-то отдельной деятельности от КТР я, например, не знаю, хотя я член этой Федерации профсоюзов России. Мне неизвестно. Может, вы подскажете, что они делают? лишь в КТР они входят по квоте от ФПР в КТР заседают и принимают вообще решение. Все. Никакой другой работы отдельной нет. Что касается авиадиспетчеров и докеров, которые входят в КПР. Авиадиспетчеры так и остались, а вот докеры из Федерации профсоюзов России вышли и вошли в соцпроф, если вы не знаете, профсоюз докеров. Зарплаты авиадиспетчеров большие 80-120 тысяч по отношению к зарплате других категорий трудящихся. Например, рабочие 40-50. Авиадиспетчеры выше. Но если мы посмотрим вилку в европейских странах, то там она точно такая же. То есть авиадиспетчер сама по себе профессия высокооплачиваемая. И разница между авиадиспетчером и обычным рабочим промышленным предприятием что в Западной Европе, что в России она приблизительно одинаковая. Сама профессия позволяет добиваться такой заработной платы. Потому что трудно заменить человека авиадиспетчера и проще проводить какие-то действия чем другим категориям. Чем, например, в магазинах. Работники магазина. мастер-байд аристаллифик. Понятно? Действия великолептивные проводить. Поэтому здесь ничего я не вижу особых успехов. Всем спасибо. Объявления. Значит, у нас 13 числа в следующий четверг последнее занятие. Тема занятия «Социализм как уничтожение классов». Вот занятие пройдет Попов Михаил Васильевич, профессор, доктор философской наук. До встречи через неделю. До свидания. Продолжение следует...